Актуальные проблемы развития спорта и олимпийского движения в регионах. Об этом говорили представители Олимпийского комитета России в рамках встречи. Главный вопрос – это адаптация физической культуры и спорта в новых реалиях. Напомню, 28 февраля Международный Олимпийский комитет рекомендовал Международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях. И так как обстановка в спортивном мире изменилась, как никогда актуальна задача изменить стратегию под текущие правила. Мы оперативно перестроили по понятным причинам нашу работу. В частности, мы оперативно изменили нормативно-правовую базу, внедряем обновленную программу содействия развитию региональных олимпийских советов, развитию олимпийских видов спорта и вообще в принципе актуализируем стратегию развития УКР. Сейчас документы по созданию новой стратегии развития изучаются организациями, входящими в Олимпийский комитет России. В ближайшей перспективе они будут заверены и утверждены с учетом замечаний и доработок участников всероссийского семинара. С особым вниманием отнесутся к спортивным школам в регионах, создадут условия для обучения юных спортсменов. УКР будет продвигать виды спорта в каждом регионе индивидуально, создадут региональные программы, адаптированные под конкретные условия. Кроме того, прикладывать усилия будут и для популяризации спорта в целом. «Именно решение первой задачи, а именно массового развития вида спорта, это как основа для вовлечения новых спортсменов в вид спорта, основа для подготовки профессиональных кадров, спортивных судей и в конечном итоге же, конечно, показания высоких спортивных результатов». Такое развитие массового спорта уже ведется в нашем регионе. В этом году при поддержке Министерства спорта Российской Федерации во Владимирской области открылось значительное количество новых объектов. Например, стадион в Красной Горбатке Селивановского района, а в ближайшем будущем откроют большой гимнастический центр в Коврове. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией в мире были разработаны новые условия региональной поддержки для победителей и лауреатов спортивных соревнований. С этого года премии, за результаты показанные на чемпионатах России и Всероссийской спартакиаде, приравнены к размерам премий на Кубки Европы и Кубки мира соответственно. С начала 2022 года премии выплачены уже 45 спортсменам и 25 тренерам. Общая сумма составила почти 11 миллионов рублей. Благодаря такому содействию в сфере развития спорта, Владимиры выбрали площадкой для проведения Всероссийского форума Олимпийских советов. «Конечно, это неспроста. Это заслуга работы всей спортивной отрасли нашего региона. Это заслуга работы органов власти, совместная работа и тренеров, и спортсменов, и руководителей школ, руководителей федерации, и, как я сказал, администрации Владимирской области. Поэтому спорт Владимирской области развивается как массовый спорт, так и спорт высших достижений. Развивается инфраструктура, строятся объекты спорта. И именно поэтому Олимпийский комитет России определил, что Владимирская область достойна принимать мероприятия такого уровня». Форум на территории нашего региона будет длиться на протяжении еще двух дней. Его итогом, кроме выработки четкой стратегии развития, станет укрепление взаимодействия региональных Олимпийских советов со спортивными федерациями и другими общественными объединениями, а в дальнейшем – повышение эффективности их работы на местах.